Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, в сегодняшний день за Божественной Литургией мы читаем Евангелие о мытаре и фарисее. И в Евангелии от Луки, 18 глава, с 9 стиха и ниже мы находим такие слова. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других следующую притчу». Итак, это притча для тех, которые считали себя праведными и уничижали других. Праведными они себя считали, потому что они были уверены, что они во всем правы. И это как бы в их извращенном понимании предоставляло им право осуждать других, уничижать их в своем сердце. Итак, далее идут слова самой этой притчи. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Надо сказать, что фарисеи были самые близкие христианам. Христос даже ставил фарисеев в пример, когда в Нагорной проповеди он говорит, «Если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царствие Божие». Фарисеи – это была народная, религиозная партия, которая ратовала за соблюдение закона, особенно его внешней стороны. Но обращая внимание на внешнее, они не обращали внимания на внутреннее. И в этом была проблема этих людей. И когда Христос говорит, что наша праведность должна превзойти праведность книжников и фарисеев, это значит, что мы должны исполнять и внешнюю, и внутреннюю сторону. Внешняя сторона – это обряд, культ. Но, как учил отец Павел Флоринский, вся разруха в церковной жизни от невнимания к культу, то есть к обряду. Но невозможно соблюдать обряд без внутренней стороны каждого священодействия. Итак, два человека вошли в храм помолиться. Один – фарисей, а другой – мытарь. Мытари – это были презренные люди. Мытари – это были коллаборационисты, которые собирали подати на римских оккупантов и которых презирали все, и особенно их презирали фарисеи. Мытарь – это образ человека падшего, человека негодного, человека неспособного возвыситься до богообщения. Мытарь – это предатель. Два человека вошли в храм помолиться. Один – фарисей, а другой – мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или, как этот мытарь, пащусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Фарисей – это идеальный прихожанин. Идеальный. Он пастится два раза в неделю, и он жертвует десятую часть из всего, что приобретает. От любого дохода он отдает на храм десятую часть. В отличие от фарисея, как образцового прихожанина, мытарь – это, скорее всего, и не прихожанин, а захожанин, как мы называем в России таких людей, которые редко появляются в храме. Я думаю, каждый приход хотел бы иметь такого прихожанина, как фарисей. Он приносит доход в приходскую казну. Он человек благочестивый, и он может составить лицо целой общине. Мытарь ведет себя иначе. Мытарь же, стоя вдали, что значит стоя вдали, если фарисей мог стать посреди храма и молиться, он человек храма, он человек церкви, то мытарь не чувствует себя таким. По законам того времени люди старались близко не подходить к мытарям, чтобы не оскверниться. Без надобности к ним даже не приближались. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне грешному. Самое интересное заключается в том, что в этой притче фарисей говорит, что он постится два раза в неделю. Иудеи не постятся два раза в неделю. Мусульмане тоже не постятся два раза в неделю. Единственная религия, в которой постятся два раза в неделю, это христиане. Это пост в среду и пост в пятницу. Рассказывая эту притчу, Христос имеет в виду нас, христиан, потому что ни в одной религии этого нету. Поститься два раза в неделю. Помните, он предупреждал своих учеников, не берите закваски фарисейской. Он предполагал, что этот дух только внешнего исполнения религиозного обряда, он проникнет в христианскую среду. И чтобы закрепить эту мысль, он вкладывает в уста фарисея вот эти слова «почусь» два раза в неделю. Таким образом, Господь предупреждает нас, не каких-то древних иудеев, не каких-то древних людей, а именно нас, христиан, что дух фарисейства, он опасен для нас. У нас прекрасные обряды, у нас прекрасная внешняя форма богослужения. Но если все это мы не наполняем внутренним содержанием, если мы не делаем нравственных выводов из наших догматов веры, то это очень печально. Ты веришь в Святую Троицу, но Христос говорит «Будьте едины, как я един с Отцом». Святая Троица едино в любви, а мы в разобщении, во взаимных конфликтах и даже в каких-то военных столкновениях. Ты веришь в то, что Иисус Христос истинный Бог и истинный человек. Но где божественное в твоей жизни, если ты живешь только человеческими началами и человеческими интересами. Таким образом, мы видим, что каждый догмат веры имеет нравственное приложение. Когда мы празднуем преображение, этот праздник как бы выпьет к нашей совести, а ты преобразился или нет. Когда мы празднуем Рождество Христово, этот праздник выпьет к нашей совести, а ты родился свыше или нет. День Святой Пятидесятницы выпьет к нашей совести, А ты ревнуешь о дарах духовных или нет. Таким образом, не бывает внешнего безвнутреннего в ущерб и внешнему, и внутреннему. Мытарь не имеет никаких внешних преимуществ перед фарисеем. Мытарь это плохой прихожанин. У нас было Евангелие о Закхее, о самом плохом человеке в городе. Есть Евангелие о блудном сыне, который водит нас во время Великого Поста. Это Евангелие о самом плохом члене семьи. Сегодня Евангелие о самом плохом прихожанине и о самом хорошем прихожанине. Хороший это фарисей, плохой это мытарь. Но чтобы научить нас соединять внешнее со внутренним и внутреннее со внешним, Христос дает нам эту притчу. мытарь мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне грешному. И, оканчивая эту притчу, Христос говорит, Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, то есть, более, нежели фарисей, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Что мы здесь видим? Я однажды говорил эту проповедь и отец протодиакон Александр обратил мое внимание на то, что фарисей тоже пошел домой оправданным, но меньше, чем мытарь, а мытарь более оправданным. Это очень важная деталь. Я раньше не обращал на нее внимания. Фарисей не потерял своей награды. Он тоже пережил оправдание, но в меньшей степени, чем мытарь. То есть Бог принимает внешнее выражение твоей религиозности, даже если это не наполнено внутренним содержанием, но это то, что менее приближает тебя к Богу. Но даже если номинально, только внешне ты крестися без сердечного размышления, прикладывайся к иконам без духовного горения, это не пропадет, заслуга твоя сохранится. Как сказано, что даже кружка воды, поданная во имя Христа, эта награда, она не потеряется на небесах, но Бог ревнует о нас, чтобы преодолевая меньшее, мы стремились бы к большему. Поэтому и апостол Павел говорит, духа не угошайте, пророчества не уничижайте. И мы помним неблагоразумного юношу, который исполнил заповеди, и Христос за это возлюбил его. Но Христос сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди раздай все, что имеешь, и следуй за мной. То есть Христос призывает нас к совершенству. В православии спасение это святость. Это именно святость, которая достигается не нашими заслугами, а это божественная данность, которую мы обретаем через таинство церкви. Ведь само причастие предлагается нам, как святая святым. Аскетика нужна для того, чтобы удерживать благостное состояние. когда вкусив эту святость, мы идем в мир, чтобы от причастия до причастия сохранять это состояние, стяжать благодать Духа Святаго, которую мы обретаем через таинство церкви. итак, Бог ревнует о нас. Никто не останется без награды, если даже кружка холодной воды, поданная во имя его, она зачтется каждому человеку. Но Бог ревнует о нас, чтобы избрав путь святости, мы шли бы по нему. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой, более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. И действительно в Библии сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Почему опасно, когда мы возвышаем себя когда мы переоцениваем свою праведность, потому что в глазах Бога наша праведность такая же несовершенная, как у пророка Исаии сказано, ваша праведность как запачканная одежда. Нам нужна праведность Христа, и если мы будем молиться, чтобы Господь сам проявлял свое присутствие через нас, тогда благоухание Христовой праведности проявится в нашей жизни, и сияние от нас Божий дар, чтобы никто не хвалился. если ты имеешь какое-то духовное достижение, Бог тебе помог от чего-то избавиться, это ни в коей мере не твоя заслуга, это божественная данность, как я вам часто объясняю, в православии спасение не достигается, в православии спасение принимается, евхаристически распознается и переживается. Никто не может сам достигнуть высоты святости, если это не будет дар Божий, побеждающий наше несовершенство благодати и праведности Христовой, как благоухание Христа. Сегодняшнее евангельское чтение – это призыв к нашей совести. этот сюжет как бы вопиет и говорит, да, ты хорошо сделал, что пришел в храм, ты хорошо делаешь, что ты крестишься, ты хорошо делаешь, что ты кланяешься, но этого мало, тебе нужно еще и внутреннее содержание, а для того, чтобы его обрести, надо усиливать себе дар веры, источник веры один. Сказано вера от слышания, а слышание от слова Божия. Вот почему с таким интересом мы слушаем, когда читается за божественной литургией Евангелие. Вот почему у нас может быть интерес к тем проповедям, которые говорятся в храмах, потому что чтение Евангелия, исследование Евангелия. Это то, что усиливает в каждом из нас веру. И надо бояться внешнего православия, когда есть только внешняя сторона и нету внутреннего содержания. Сейчас приближаются выборы и разные кандидаты, они будут заходить в храм, их будут сфотографировать, снимать на камеру, но я часто замечаю, что политики, которые заходят в храм, они свечку держат в правой руке. Единственный предмет в храме, который поддерживает свечу и никак ничего не делает больше, это подсвечник. Христианин держит свечу в левой руке, а правой рукою он крестится, осеняя себя животворящим крестом. Люди, политики будут сфотографироваться на фоне храмов рядом с епископами, кому повезет, рядом с патриархом, но внешняя сторона, она никогда не отвечала внутреннему содержанию нашей веры, которая требует это содержание нравственных перемен. И проблема фарисеев, современных нам фарисеев, они могут комара отцеживать, а верблюда проглотить, как говорится в Новом Завете. Они могут обращать пристальное, я бы даже сказал, скрупулезное внимание на мелочи и забывать совершенно оставлять серьезные вопросы. Вопросы мира, вопросы благополучия, счастья, не только личного, но и общественного. потому что христианин это человек для других людей. Это не вещь сама в себе и сама для себя. Иисус Христос не учил нас молиться Отче Мой, Он учил нас молиться Отче Наш, чтобы даже в этой главной христианской молитве мы чувствовали бы ответственность друг за другом. Итак, сегодняшнее евангельское чтение это призыв к нашей христианской совести, чтобы мы кроме внешнего выражения, которое тоже обладает ценностью, имели бы и внутреннее содержание, запомним и выучим этот урок. С праздником!